В своем ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин озвучил основные меры поддержки семей с детьми. В новом демографическом пакете – расширение круга получателей выплат при рождении первого и второго ребенка, увеличение пособий по уходу за детьми-инвалидами, снижение налоговой нагрузки и многое другое. Эти меры в конечном итоге должны помочь увеличить рождаемость в стране. Двойняшки Катя и Кристина в ожидании встречи с братьями. В семьях Леоловых вторая двойня. В конце февраля у Александра и Надежды родились сыновья. Вадим и Константин. Мы когда первую выписывали с первой двойни, с девочками, нам сказали, приходите еще за мальчиками. Мы пришли, мы сдержали, обещали. Тут даже в роддоме врачи удивляются. Выговорит, у нас удивительная женщина, что не путем ЭКО, а естественно сами. Причем в роду ни у кого не было. То есть и ни у мужа, ни у меня. Или молчат все, как партизаны. Мы лежали в отделении новорожденных, недоношенных. И там большое спасибо, конечно, всем медсестрам. Очень прекрасный там врач-неанатолог Пчеленцева Елена Алексеевна. То есть она к деткам, как к своим, наверное, относилась там. В президентском перинатальном центре двойни выхаживали почти две недели. Мальчики стали быстро прибавлять в весе и сейчас чувствуют себя хорошо. У нас выхаживаются дети где-то от 500 грамм, но эти детишки были довольно-таки крупненькие, поэтому они у нас недолго лежали, а так вообще у нас дети... А как себя чувствуют у малышей? Малыши себя хорошо чувствуют. Теперь заботиться о двойне будут и старшие сестры, и многочисленные родственники. Рядом живем, в соседнем подъезде они тоже квартиру купили. И туда-сюда бегаем, вот, так что они очень рады этому тоже. И я уже очень рада, что я всегда, ну, я такая, всегда рада помочь всем. Помогают таким семьям и государства. При этом особые меры поддержки предусмотрены как раз для многодетных. С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно, напрямую с федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. При этом предлагают запустить эту меру, что называется задним числом, с 1 января 2019 года. Пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года. Кроме этого, предполагается и снижение налогов для многодетных семей. Президент предложил простой принцип – больше детей, меньше налог. Планируется предоставление налоговых льгот для многодетных семей на недвижимое имущество. По предварительным расчетам в Чуваши льготами могут воспользоваться порядка 13 тысяч многодетных семей.